Ростовская область по-прежнему у многих ассоциируется как перевалочный пункт по пути в Крым или на Кавказ. Но в регионе нашли способ, чтобы изменить эту ситуацию. Чтобы туристы останавливались здесь как минимум на два дня, а то и на дольше. Это программа «Дон гостеприимный» и я ее ведущая Инна Билан. О развитии туризма в Ростовской области сегодня поговорим с представителем туриндустрии Инной Удовенко. Инна, здравствуйте. Здравствуйте, Инна. Ну, прежде всего, хотелось бы начать с пандемийного периода, потому что ни для кого не секрет, что все это отразилось на развитии туризма. Какие итоги можно подвести в этом периоде? Действительно, 2020 год был очень сложным для, наверное, всех сфер, которые у нас действуют в Российской Федерации в туризме в первую очередь. Но мы, конечно, от 2020 года ничего не ожидали, мы готовились к глубокому кризису в туризме. Но, к нашему удивлению, выгодное географическое положение Ростовской области сыграло с нами такую решающую роль в том, что все не так уж плохо сложилось, а даже наоборот. Потому что многие люди, которые едут в Крым, в Сочи, а пандемия как раз этот процесс ускорила, да, переход на наши курорты, наших граждан, они проезжают мимо Ростова-на-Дону, проезжают Ростовскую область, останавливаются здесь, ночуют, видят, что город красивый, утром просыпаются, идут на завтрак, иногда в кафе, понимают, что здесь очень вкусно, и уже начинают планировать, что на обратном пути они здесь останутся на несколько дней, будут заказывать экскурсии или заказывают их сразу, потом возвращаясь, продолжают, да, знакомиться с нашим регионом. Либо, если время не запланировано, то эти гости возвращаются к нам снова на следующий год, уже планируют, да, в 2021 году у нас были многие те, кто в 2020 просто мимо проехал, но понял, что здесь надо становиться, и планируют уже здесь провести какое-то время, и на экскурсиях мы, в принципе, хорошо продержались, можно сказать, и такого количества экскурсантов я даже не помню до пандемии. Какие места были интересны туристам? Конечно, самые интересные места, которые близко к Ростову-на-Дону находятся, это, конечно, Станица Старочеркасская, потому что там у нас можно познакомиться с казачеством близко, да, у нас там и многие объекты открылись новые, например, подворье Рязановых, где можно и донскую казачью кухню попробовать, и, конечно же, сам музей-заповедник Старочеркасский сам по себе очень интересен, можно познакомиться с историей донского казачества. Это, конечно же, Азов с богатейшим палеонтологическим музеем не только нашего региона, но и юга России. Это Таганрог, как ни странно, потому что все наши гиды, конечно же, рекомендуют туристам посетить Таганрог, как ни странно, я говорю, потому что многие туристы недооценивают Таганрог. Они думают, что ничего интересного там нет, и послушав наших гидов, которые, например, по Ростову-на-Дону проводят экскурсию, но рекомендуют заехать в Таганрог, они заинтересовываются и в итоге понимают, что действительно Таганрог очень интересен. Ну и так как наша компания была создана в 2007 году историками, археологами, как компания, которая занимается экологическим и научным туризмом, организовывает туры для иностранных туристов с такой тематикой, то, конечно, не могу не упомянуть те места, которые связаны с экологическим туризмом. Это, в первую очередь, заповедник Ростовский, это степной заповедник, в котором и можно увидеть различных птиц, и у нас в миграционные пути очень большого количества птиц здесь проходят, более 200 видов, и диких лошадей, и на территории Ассоциации живая природа степи можно увидеть редких животных. Также заказник Горнинский, в котором можно увидеть все разнообразие природное нашего региона, то есть и степи, и скалы, и поймы рек, в общем-то, на небольшой относительно территории можно насладиться абсолютно разнообразными пейзажами, и также увидеть кормление диких оленей. Также еще такой интересный объект у нас относительно недавно появился на территории Ростовской области, совершенно недалеко от Ростова-на-Дону, буквально полчаса езды, это территория дончаков Угелиус, где энтузиасты разводят лошадей донской породы в естественной среде обитания, то есть можно наблюдать табуны наших золотых лошадей на степных просторах, практически в таких абсолютно естественных наших степных пейзажах. Также есть у нас природный парк Кемерия теперь на этом, да, такое тоже место достаточно интересное, потому что тоже недалеко от Ростова-на-Дону, это, ну, как бы можно сказать, по пути вазов, и в этом парке тоже у нас разрабатываются экотропы, большие планы по инфраструктуре парка, потому что будут там и видовые площадки, будет глэмпинг, рестораны, то есть все необходимое для того, чтобы отдохнуть в непосредственной близости к природе. При этом на экотропах можно также наблюдать одичавших лошадей в степных пейзажах, то есть это интересно, потому что действительно Ростовская область – это все-таки такой конный регион, все-таки наша история связана с лошадью испокон веков, это и кочевые народы, и казачество, и купечество, которое лошадей использовало, естественно, очень активно, и конные заводы, которые у нас здесь создавались, и у нас же здесь были выведены две породы лошадей донских именно, да, то есть такое значение, да, в мировом коневодстве имеет Ростовская область, и не знакомить с лошадьми на нашей территории, ну, как бы мы считаем, нельзя. Преступление просто. Инна, ну если вернуться все-таки к нашим уже, да, современным реалиям, непростое время не только для Ростовской области, для России в целом, как будет развиваться туризм в таких, да, ограничениях и в таких моментах, которые сейчас происходят? Да, если вернуться в наше время, в ситуацию, в которой мы находимся, конечно, сегодня сложности в Ростовской области имеются в том плане, что теперь только ЖД, автотранспорт доступен пока, да, пока вот такая ситуация, и если мы в декабре закончили стратегию нашей компании на три года, то теперь мы не планируем дальше, чем неделя, потому что действительно ситуация сложная, мы ничего не можем прогнозировать, но тем не менее мы продолжаем работу, мы понимаем, что, ну, в любом случае все разрешится и туризм у нас возобновится, мы принимаем участие на коллективном стенде Ростовской области в двух выставках в Москве, вот буквально через несколько дней они начинаются, Интурмаркет и МИД, и мы будем знакомить москвичей и партнеров со всей России с нашими турпродуктами, с нашими достопримечательностями Ростовской области, и, конечно, заинтересованность, я хочу сказать, несмотря на всю ситуацию, она не спадает, то есть у нас запрашивают партнеры программы, спрашивают наши местные жители, когда мы поедем на тюльпаны цветущие в степи и когда на лошадей полюбуемся, то есть, в принципе, надежда есть и такая достаточно крепкая, поэтому продолжаем работать. Ну и тем более Ростовская область, это не край географии, вы все равно сказали, да, есть поезда, есть автобусы, пожалуйста, добраться можно. Да, спокойно мы передвигаемся и сами ездим в командировки, и принимаем тех гостей, которые не отменили свои запланированные путешествия к нам. Ну если предположить, да, что будет интересно в этом году туристам показать в Ростовской области? Сказали уже, да, что в тот период пандемийный, до пандемийный, это был Ростов, Старочеркасская, Таганрог. Что будет интересно еще? Ведь у нас можно как на длительный период времени остановиться, так и на пару дней. И что прежде всего нужно и можно посмотреть будет? Да, есть коротенькие визиты, да, такие сити-брейки, которые предполагают посещение нашего региона на пару дней, буквально на выходные, туры выходного дня так называемые. Есть длительные путешествия. Ну, сити-брейки – это вообще такая интересная, очень актуальная тема на сегодняшний день. И с радостью хочу отметить, что мы в прошлом году совместно с нашими партнерами Ростовской области, с туроператорами нашего региона создали совместный турпродукт, гарантированные сити-брейки еженедельные для гостей нашего региона. То есть за несколько дней, каждую неделю на выходные люди могут осмотреть главные достопримечательности Ростовской области. Ну, конечно, это мало времени для того, чтобы увидеть много чего, но туда включены у нас такие достопримечательности, как Ростов-на-Дону, Азов и станица Старочеркасская с Таганрогом. То есть, ну, вот эти ключевые наши дестинации. А если говорить о многодневных турах, то здесь варианты могут быть разные, потому что смотря какая тематика интересна туристам. Какие тематики можно выделить в Ростовской области, которые нужно развивать, и которые достаточно уже интересны в нашем регионе. Это гастрономическая тема. Действительно, у нас очень вкусно. У нас здесь смешалось все – культуры, традиции, кухни разных народов мира. И все это вылилось вот в такой тандем, наверное, очень вкусный, при том, что у нас все продукты свои. Мы же южный регион, аграрный. Поэтому, конечно, эта тема очень интересна. Это и на гастрономическая тема, потому что Ростовская область – это территория, где выращивают виноградники, где делают донское вино из автохтонных сортов винограда. То есть, это те сорта, которые считаются аборигенными. И что радует, что наши уже современные виноделы эти традиции возобновляют. То есть, если мы уже начали забывать, что такое сибирьковый, пухляковский, цемлянский автохтон, то теперь мы уже все точно знаем, что это такое. И даже можем попробовать. Наши современные виноделы уже делают вино из этих автохтонных сортов винограда. Также, конечно, это тема этническая. То есть, это этнотуры, которые знакомят нас с разными национальностями, которые есть у нас в нашем регионе. В первую очередь, конечно, наш регион ассоциируется с казачеством. Но так как у нас регион многонациональным является, у нас можно познакомиться и с армянской культурой, которая очень древнюю историю имеет и у нас здесь представлена в Ростовской области. Ну и другие тоже направления можно здесь показать. И, конечно, не могу не сказать про экологическое направление. Потому что, действительно, помимо заповедника ростовского, заказника горненского, различных природных парков, у нас очень много интересных, красивых мест. У нас особо охраняемых природных территорий в Ростовской области более 80 штук. То есть, можно абсолютно спокойно делать даже такие многодневные экспедиции, больше длительности, чем 10 дней. Но при этом, кстати, хочу отметить, что мы, например, стараемся делать экологические туры комфортными. То есть, это комфортный транспорт. Наша такая достаточно равнинная территория, она позволяет. То есть, это для людей любого уровня подготовки. Это никаких крутых подъемов, спусков. Абсолютно практически ко всем объектам можно подъехать. И вот эти трекинги, они совершенно не сложные для людей. Проживание тоже у нас даже в заповеднике Ростовском есть объекты для проживания. Правда, они не позволяют разместить большое количество людей единовременно. Но экологический туризм, он и предполагает, что это не массовый туризм. Все-таки есть экологическая емкость территории, которая не позволяет привозить очень много людей. Для того, чтобы эта экосистема сохранилась, нельзя, чтобы вытаптывались наши травы степные. Чтобы животные испытывали стресс от того, что много людей, шумно и так далее. Поэтому обычно это малые группы, которым вполне достаточно той инфраструктуры, которая имеется на объектах. И даже мы как предлагаем наши экологические туры, это экотуры для тех, кто хочет попробовать, нравится, не нравится. Потому что не будет сразу каких-то сложностей. Наши экологические туры это не испытания. Человек не будет чувствовать какие-то лишения, ощущать. То есть абсолютно комфортно, но при этом очень близко к природе. Инна, и вот буквально сейчас почему-то пришла эта мысль в голову. Есть еще одно направление, которое можно развивать. Не знаю, насколько оно сейчас пока есть в нашем регионе. Это все-таки, наверное, кинотуризм. Для никого не секрет, что в Ростовской области снимается масса фильмов и сериалов. Один маяк в Мержаново, чего стоит тот же Таганрог, в котором снимается много фильмов. Нет ли в планах показывать вот эти места, где проходили съемки, и таким образом тоже развивать наш внутренний туризм? Да, ну такие турпродукты уже есть по Ростовской области. Еще одно место добавлю, Старозолотовский у нас есть. Хутор очень интересный. И многие жители даже Ростовской области иногда с удивлением обнаруживают, что оказывается у нас есть одна из самых красивых деревень России. И вот хутор Старозолотовский – это как раз та самая деревня. Действительно, тема очень интересная, потому что наши места связаны как с писателями, по произведениям которых снимались фильмы. То есть это и Михаил Шолохов, Станица Вешенская, очень интересная для посещения. Это Калинин, Хутор Пухляковский. Помимо вот такой темы литературной, можно как бы с теми объектами, где происходили съемки, ознакомиться. Действительно, тема очень интересная. Инна, если говорить о туристах, то в этом году на кого будет все-таки упор делаться? На тех, кто проезжает мимо, просто заезжает в Ростовскую область, или же целенаправленно будем завлекать? Тем более сейчас для этого, собственно, у нас все есть для того, чтобы посещали не только Крым и Кавказ, но и Ростовскую область. На кого основной упор? Ну, я думаю, что здесь 50 на 50. Все-таки охватить можно всех, потому что проезжать через нас будут и предлагать самостоятельным туристам какие-то экскурсии, какие-то услуги мы будем. И при том, что даже если у человека совершенно ограниченное время, несколько часов, он успеет за это время попасть на обзорную экскурсию по Ростову-на-Дону, которая может включать в себя, например, посещение музея Донской казачьей гвардии с кофепитем по Казачьим, что очень, да, с селедкой, да, с Донской, или Шолохов-центр культурно-выставочный, очень интересный, либо другие музеи Ростова-на-Дону, да. Вот таким людям и в гостиницах предлагается, потому что лежат предложения туроператоров, чаще всего на стойках рецепшена, во время экскурсии гиды предлагают еще разнообразить как-то досуг, поэтому, конечно, самостоятельный турист становится уже не совсем такой уже самостоятельный, да, потому что многие туристы признают, что пройдя своими ногами город, да, можно какой-то колорит ощутить, дух, но пройдя с экскурсоводом, можно почувствовать душу города, узнать его историю. И, конечно же, организованные туристы, которые хотят уже по готовой программе, с определенным проживанием, с известными пунктами питания посетить наш регион, для них тоже подготовлено много интересных предложений, все они разнообразные, с различной тематикой. У нас, как и короткие сити-брейки для организованных туристов, например, подготовленные, это вольный дон на выходные, двух-трехдневные туры, это золотая лошадь дона, который у нас тур прошел, туракселерацию, мы считаем его брендовым туром нашей компании, где мы знакомимся и с культурой истории региона, и при этом общаемся с лошадьми на протяжении всего тура. Это и длительные туры, есть у нас и пятидневные, и семидневные, и даже больше, если это уже межрегиональные туры, например, от Вольного Дона до центра Калмыкии, когда мы с Калмыкией соединяем Ростовскую область, либо Дикая природа Юга России, где мы показываем заповедные места Ростовской области, и Калмыкии, и Астраханской области. Поэтому выбор есть, тематики разные, я думаю, что интерес угасать точно не будет. И, пожалуй, самый главный вопрос. Цена всего этого удовольствия, в силу, опять же, обстоятельств разных, сколько в среднем обойдется туристу посетить Ростовскую область? Если это коротенький сити-брейк, небольшой тур выходного дня, то где-то в районе 10 тысяч человека. Есть и дешевле варианты, есть дороже. Смотря сколько объектов входит, да, то есть я назвала среднюю цену. Если это длительные поездки, ну, например, наш тур от Вольного Дона до центра Калмыкии, он длится 8 дней, он стоит, там, 40 плюс, 40 тысяч плюс. Ну, туда уже все включено, все объекты показа, все питание, то есть человек приезжает и отдыхает. Никакие организационные моменты уже не должны беспокоить нашего туриста, уже все продумано за него. Инна, ну, например, приехал человек, который никогда не был в Ростове, и тем более в Ростовской области. С чего бы Вы советовали все-таки начать, чтобы, может быть, как-то зацепить сначала, да, а потом уже, чтобы человек подольше задержался и уже мог насладиться красотами Ростовской области? Да, я считаю, что все-таки зацепить можно самим городом Ростовом-на-Дону. Когда у нас наладятся перелеты, то даже знакомство с аэропортом вызывает интерес у многих путешественников, потому что он один из лучших в России, пятизвездочный аэропорт. Немногие знают, что у аэропортов есть звезды, так вот, они есть, и у нас пять звезд. И, конечно, очень много зависит от гидов, которые заказывают путешественники, приехавшие к нам в первый раз. И я хочу сказать, что в Ростовской области гиды очень хорошие, действительно, они с душой относятся к своему городу, имеют глубокие знания, и благодаря этому люди у нас задерживаются и возвращаются снова. Инна, ни для кого не секрет, опять-таки, да, что с 2020 года в России действуют госпрограммы для поддержки туристической отрасли. Коснулась ли эта поддержка вас? Да, действительно, это большая помощь со стороны государства, рост туризма, потому что появились такие программы, как кэшбэк 20%, и такая программа больше, чем путешествия. Мы являемся участником этих обеих программ. Кэшбэк позволяет при оплате картой МИР путешественнику получить 20% обратно от стоимости своего заказа. То есть вот такая мера делает поездки доступнее для жителей нашей страны. Это именно касается поездок по России. Наши туры тоже входят в эту программу. И вторая программа называется «Больше, чем путешествия». Это награждение вот таким, наверное, бонусом победителей различных конкурсов на платформе «Россия – страна возможностей». Это финалисты, победители разных конкурсов. Это и «Большая перемена», и «Мастера гостеприимства», и так далее, «Твой ход». И получается, что этот кэшбэк уже составляет 100%. И вот эти победители, финалисты, школьники, либо взрослые, они могут путешествовать по России совершенно бесплатно. То есть Ростуризм оплачивает эти поездки. Туроператоры готовят уникальные путешествия с разными полезностями. То есть это для осознанного такого туризма, что нам очень нравится, потому что вот такое осознанное потребление предполагает, что вот эти финалисты, они же очень активные люди, и они хотят принести пользу обществу. Они приезжают на нашу территорию и не только слушают экскурсии, посещают музеи, но и приносят какую-то пользу. Например, могут порубить дрова на подворье казака, покрасить забор, сделать, допустим, сторисы в соцсетях, рекламируя определенный объект показа, музей или что-то такое, что еще не имеет такой обширной огласки. То есть это на самом деле оказалось очень интересно для всех, и для организаторов, для нас, и для участников таких путешествий. Ну и при этом, опять же, вот такая программа «Больше чем путешествия» позволяет людям совершить вот такое путешествие, может быть, своей мечты, благодаря тому, что они заняли какое-то место или вышли в финал. Здорово. Прям круто, я бы сказала. Инна, о развитии туризма в Ростовской области в конце прошлого года говорил еще губернатор наш Василий Голубев, и говорил о том, что Таганрог планируется сделать, да, центром притяжения от туристов. А как это будет отражаться на городе, и почему именно Таганрог? Действительно разработана дорожная карта, которая предполагает развитие и инфраструктуры в Таганроге, и туризма. Что очень радует, потому что, конечно, когда есть в определенном месте что-то интересное, да, музей, какая-то история, какие-то личности связаны с этим местом, а Таганрог этим очень богат. Это и Фаина Раневская, и Александр Первый, и Чехов. И можно продолжать бесконечно, сколько судеб там было связано, переплелось, да, и создало историю этого города, несостоявшейся столицы, можно сказать, нашего государства. И, конечно, туризм без инфраструктуры, он достаточно сложен. То есть мы это с вами понимаем, и что развитие всего в комплексе, оно даст, мне кажется, потоки именно в Таганрог, и повышенный интерес к этому городу, потому что путешествие с комфортом, с какими-то культурно-познавательными ценностями, это, наверное, самое лучшее путешествие. Мест для отдыха в Ростовской области предостаточно на любой вкус и кошелек. Ну, а мы будем продолжать знакомить вас с самыми красивыми местами в Данском регионе. Это была программа «Дон гостеприимный», и я ее ведущая Инна Билан. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин